Готовы ли вы, друзья, готовы ли вы переживать, готовы ли вы нервничать, готовы ли вы пить валидол и искренне болеть за команду Natus Vincere, как это делаю я и вам советую, потому что за кого же еще болеть в современном Counter-Strike? Понятно, еще за Hellraiser, естественно, за Moffsports, за Gambit, за Winstrike, за Шинник и за Немигу. Это, в принципе, нет. Белорусов вчера пожурил. Все команды в СНГ, я за них болею. Друзья, Юрий Страйк-Терещенко, Игорь Слем-Сопов в студии RUHUB. Никогда не знал, что скажу это когда-нибудь. С вами, причем в студии Аналитики, опять же, не знал, что когда-нибудь скажу это. Но это тонкий юмор для ценителей. Я сразу, кстати, зрителей предупреждал. Плюс в чат. Писал пост, писал в Твиттер, писал в ВК. Не судите меня за мою плохую аналитику, но не аналитика я. Но я стараюсь, я стараюсь как-то. Ну что, NaviNors, друзья, NaviNors. Коэффициенты, которые дают конторы букмекерские, не столь однозначные. Там повыше, чем 1,6. Об этом можно долго и долго спорить. Карты мы пока не знаем, а личные встречи нам ни о чем вообще не говорят. Да, потому что они были давно из них. Последний матч – это интернет. Короче, матча по истории за последние три месяца в принципе не существует. Юр, февраль. Февраль. Последний раз, когда играли Норс и Navi – это февраль. Будем анализировать следующим образом. Путь команды к… Ну можно по ветру, конечно. Но путь команды к данному этапу. На этом турнире? Да. Ну смотри, путь команды Норс поинтереснее и посложнее, чем у Navi. Потому что все-таки вот это датское дерби 2-1 – это хорошо, это интересно. Но это единственный матч, по которому можно делать оценку. Но очень важный матч, потому что Норсы показали, что готовы бить Астралис. А давай посмотрим, кстати, просто для себя, Игорь, освежим в памяти. Что там было, да? Да. Давай. Там был нюк 16-8 в пользу Астралис. И потом две ответные карты. Одна 10-16 и овертайм со счетом 17-19 и Мираж. Инферно и Мираж. Это, в принципе, две карты, которые в маппуле у Navi на 100% находятся. Да, то есть Инферно и Мираж ребята из Норс забирают у команды Астралис. Одна еще маленькая пометочка по этому матчу. Команда Норс, если сверяться с общей статистикой, у них только один игрок оказался в плюсе. Это был Эйзи, все остальные были в минусе. Это против Астралис. Да, да, да. А вот у Астралис только один игрок в минусе, и все были в плюсе. Так что делайте выводы. О чем это говорит? Что у Астралис на одной из карт выиграли с разгромным счетом, а остальные две проиграли в плотной борьбе. Все, больше ничего. Ну, я думаю, что Игорь просто хотел, чтобы вы все сделали выводы, друзья. Поэтому делайте выводы. Даст-2. Увидим ли мы эту карту или это невозможно? Даст-2. Смотрите, в любом случае кэш уходит. В любом случае. Ну, это минус от Норс. Все тут понятно. Да, теперь давайте решим минус от команды Норс. То есть надо убрать либо свою слабую карту, либо самую сильную карту соперника. Какой можно называть самую сильную карту соперника, а именно команду Натус Винцера? Оверпасс, Инферно. Они играют нормально. Что-то мне подскажет, что это как раз-таки и будет второй ДДАС. Тут еще, да. А зачем его убирать? Вот зачем Норсам убирать ДДАС-2, который они видят, ну, какой-то он неуподкорявый у Нави? Нет, ну не факт еще пока, что Норсам уберут. Смотри, есть основная теория. Ты не должен выбирать слабую карту соперника, если ты ее в принципе не играешь. Сыграть их слабую карту, которую они тренируют, играют, при этом ты к ней вообще никакого отношения не имеешь. Это, по-моему, самое худшее решение, которое может быть. То теперь интересная инфа. А ну-ка. Достаточно интересная инфа. За последние шесть месяцев мы как-то ж тут аналитики. Кстати, что это нам такую красоту показывают? Это, видимо, какая-то заставка к турниру. Вернемся к интересному факту. Нет, красивая просто. Да красивая, красивая. А за последние шесть месяцев у команды Норс кэш сыгран два раза. Два раза. Но они такие же, как и Нави. Тоже не любят эту карту. За последние двенадцать месяцев у команды Норс кэш сыгран два раза. То есть о чем это говорит? Они очень не любят эту карту. Так о чем это говорит? Кто вычеркнет эту карту первой? Норс или Нави? Нави. Если на заднем монетку выигрывает, вычеркнут кэш сразу. А почему? Не может ли Миша в какой-то вот удариться? Миша может там хоть станцевать. Майндгеймс какой-то удариться не может? А ты хорош. А танцевать он умеет. Смотри. Инферно, Мираж и Трейн. Вот как бы три карты, на которых зиждется просто вот так. Хранится. Ну еще может быть оверпасс. И оверпасс. Там же чуть-чуть ближе. У команды Норс. А вот им надо избавляться и от Дастов второго, которого они мало играли. И от кэша. И Нави это устраивает. Хорошо. Табличка аналитиков прямо сейчас перед вами. Будет. Это предикшены, я так понимаю, да? Ну это не табличка аналитиков, это сетка. Это тоже была хорошая табличка. Да, неплохая. Так, у меня здесь чуть получше стали дела. Кристалл Мэй решил просто угадать. Ну я просто заметил, что последнее место это 31, первое это 36. То есть 5 очей разницы это очень... Там винрейт еще решает, да? Да, винрейт решает. Очень много. Я, видишь, почему проигрываю? Потому что я пытался предсказывать больше всех. У меня все 2-1, 2-1, 2-1. Ну я тоже рядом, я промахнулся на один меньше, чем ты. Поэтому у меня столько промахов. О, слаймчик такой рядышком. Я иду. Так итальян с нами тоже. Итальян, да, да. И Эн Кайнс тоже с нами. Так и я недалеко ушел. Так и ты недалеко ушел. И Смайлух тут тоже прописался. Ребят, ну как видите, тут у нас только Кристалл Мэй, видимо, надышавшись медициной Ванкувера, каким-то образом прямо разрывает всех, кого только можно. Заглянул в будущее. Давайте. Зашел в магазин, а потом заглянул в будущее. Зашел в магазин и до сих пор оттуда не вышел. Он, кстати, должен был работать, но, по-моему, поехал отдохнуть. Отдохнуть это хорошо. Теперь все-таки самые, вот эти вот самые главные вопросы. Что играть? Что играть? Инферно вычеркивать? Как же у тебя самая сильная карта? Мираж ты Астралис только что обыгрывал. Ну, Норсы от Миража точно не избавятся, а вот Нави вполне возможно. То есть ждать, понимаешь, кто вычеркнет эту карту Гастам. Кто вычеркнет кэш в самый последний момент? Вот ждать. У кого нервы. Ну, кстати, вот знаешь, тоже, начиная вспоминать то, что было на старте данного ивента, а именно высказывание Михаила Благина, то, что они как саперы, любят рисковать и все такое. Возможно, Нави и не будут избавляться от карты кэш. Но что-то мне подсказывает, что вот все остальное, кроме второго Додастова, точнее, кроме кэша, Нави будут играть и не будут рисковать. Все-таки это плей-офф, и здесь можно с турниром попрощаться. А для них этот турнир по-прежнему важен. А вот стоит ли ребятам из команды Норс убирать оверпасс? Убирать его. Убрать его. Ну, они его, согласно статистике, нормально играют. Ну, не особо. А вот у Нави это сильная карта. Ну, это сильная карта Нави, но и Норс на ней умеет играть. Ну, точно так же они обыграли Астралис на карте Мираж и Инферно. То есть лучше убрать сильные оверпассы, оставить себе Мираж и Инферно. Ну, Инферно, мне кажется, будет. Это классика, на которой судьба. Это, мне кажется, будет Десайдер. Вот Инферно вряд ли кто-то будет забирать как свою карту. Это карта, которая останется напоследок. Или Нюк. Или Трейн. Хорошая аналитика, ребят. Да, я сдаюсь. Смотри, и одной, и второй команде нужно вычеркивать кэш. Это факт. И одной, и второй. Одна вторая команда их не играет. Поэтому стоит ли, знаешь, давать сопернику шанс, вот когда он должен забанить, пусть банит все, что угодно. А ты, в свою очередь, ну, то есть не делаешь этот первый бан кэша, делаешь что-то другое. Короче, давайте отойдем от этой ужасной истории с картами и просто подумаем. Просто поржем. Кто ментально может быть сильнее. Ментально кто сильнее? Ну, Норс, я думаю, сейчас ментально сильнее. Потому что в Скандинавии. Ну, во-первых… А история матчапов. А их там почти нет. 18 побед в сторону Нави. Нет, я к тому, что Норс отваливается частенько на стадии плей-офф. Есть такое, кстати, да. То, что Нави сильнее в плане моральной составляющей. Ты знаешь, мне всегда… Моральный составляющий. Очень хороший вопрос. Всегда, когда мы начинаем обсуждать команду Норс, я говорю, ребят, что выиграла команда Норс? Эпицентр. Все. Сразу же. Точка. И по-моему, в каком году? И то потом сбрили Друбина. Да, и еще, и замена. И конфлига там уже нет. Короче, да. И Кэй Джун Би там уже нет. МСЛ никак не успокоился. И, ну, может, этот состав тот самый шанс как раз-таки. Только надо Нави обыграть. Ты знаешь, единственное, что сейчас вытягивает команду Норс, это появление нового тренера. Вот та новая кровь, которая появилась в Венах. Подожди секундочку. Как же мы могли забыть? Что? Они же выиграли DreamHack. Open Tours? Валенсия? Open. Open. Ребята, выиграли. Это Open. Open. Вот я даже просто зайду. 50 тысяч долларов против команды Люминосити. Команда Люминосити, друзья, Стил, Хенни, Лукас и еще два их друга. Еще два их брата. Мне кажется, СОПа во его пати ночное укатают Люминосити. Укатают Люминосити и поехать в караоке. Вот что сделает СОПа во его ночные. Я бы с ними не поехал в караоке. Хорошо, друзья. Но не будем, давайте не будем все-таки умалять заслуги команды Норс. Но, тем не менее, победы Нави выглядят весомее, гораздо внушительнее. То есть, давайте сравним, да, ESL One. Это просто Кёльн. Один Кёльн закрывает. Карты, карты, карты. Карты на стол, руки на стол. И Валенсия. Ну, давай. Нави убирают кэш. А дальше? Давай, дальше. Удил. Давай, давай, давай. Дальше Норс убирают оверпасс. Крупный план на Степана. Крупный посрочно. Крупный план. Итак, выбор команды Нави. Они выбирают карту The Train. The Paravoz. Хорошо, дальше. Норс пикает Инферно. Ага. И The Sider. Мираж. Мираж. Мираж нашей мечты. Мне казалось, что Норс должны были забирать Мираж. Нави очень неуверенно чувствует себя на этой карте. Они проиграли ее Гастам. Выбрав ее, прошу заметить, в серии БО-3. В матче за выживание. То есть, это такой тревожный звоночек. Американцы тоже на ней хороши, но все же. Норс убили на ней Астралис. Спасибо работягам в чате за то, что сказали, что пики есть. Если бы не вы, я не знаю, мы бы так здесь и сидели. Давайте, а я угадал с оверпасом. Давайте, а на экране у нас, кстати, есть пики. Там были сомнения у нас в оверпас, либо второй ДДАС. Зачем доводить до ДСайдера? Подождите, кто вычеркнул ДАС-2? Нави. Нави убрали ДАС-2. Нави убрали НЮК. Но я бы тоже с Нави НЮК не стал играть. Это такая карта, которую ты думаешь, а потом просто бац-бац. Потому что если бы здесь... А стоило ли вообще взять и пикнуть НЮК ни с того ни с сего ребятам из Натус Винцера? Можно было бы. Как свою. Но это если бы они банили не первые, то они могли бы, в принципе, и пропикать. Ну ладно, то есть все логично. Трэйн, Инферно, Мираж. Все, так напикали. Если, слава богу, нет кэша. Трэйн очень удобен для Нави, это однозначно. Почему? Потому что они хорошо играют его. Но они реально на нем круто смотрятся. Инферно. Ну, у них там есть, конечно, проблемы. Но это карты, которые они также регулярно играют. И вот мы сомневались, что будет Десайдером. Я просто не представляю, как Норс собирается здесь играть адекватно. Ну, по пику для Нави все очень хорошо выглядит. Да. Может, могут закончить на двух картах. Реально. Трэйн. Трэйн от команды Норс. 16-1, 16-9 на квалификациях к Чикаго. Это Гамбит и Героик. Ну, как бы ничего особенного. Очень-очень сильно. Про проигрыш Энсе на тех же квалификациях. И победы над командами Фракстерс и Агоу на Дримхак Опен Валенсия. Хорошо зарубились с Ликвид, они на трэйне на ESL1. Да, 19-16. Дальше две победы над Гамбит. Ну что, уже, в принципе, третьи победы на трэйне. Вот знаешь, за последние четыре месяца кого-то выиграл Гамбит. Не удивили. Ну, уже вообще не удивили. А тут нормально, трэйны не играют. Ну, они играют, вот тоже карту удобнее. Плюс по стилистике, как бы, ну. Да-да, давайте грунтчатом попробуем попереводить что-то. Переводчик в деле. Потому что мы датчане, мы их побьем. Это все, что я хотел перевести. После базы было очень круто. Сейчас Electronic, потому что я русский. Вы нас не выиграете. Очень тяжело играть под давлением, когда ты знаешь, что одна карта тебя теряет от вылета из турнира. Начали играть лучше, но мы начали играть лучше. Мы более опытные. Ну, вот если Александр будет так включаться, Александр хорош, и почаще команда Норс будет... Ну, просто вот нет таких ребят в Норс, прям, настолько жестких, как Simple Electronic. Это реально те игроки, которые могут перевернуть все. Ну, будем выиграть нашу игру и выиграем. Спасибо, опять же, что привести. В Швеции всегда очень громкая поддержка, классная поддержка публики. Мы в плей-оффах. Нас это радует. Поехали. Поехали. Знал бы, что Баню буду когда-то переводить. Просто сдавал. Это очень смешно. Знаешь, вот у меня вопрос к вам двоим. Газдоевская переводящая, как из Харикова, которая в этот момент сидит в Стокгольме. Да, это такое. Есть вопрос, ребята, к вам. Вот мы тренерскую дуэль периодически обозначаем. Здесь можно ли выделить работу тренеров именно из той и с другой стороны? И выделить как некое... Эйв. Это понятно. Эйв это круто. Вот мы говорили про Эйва то, что с приходом он как раз-таки ментальность команды Норс начал поднимать. Они стали более сильны морально и победа над Астралией с тому доказательство. Что касается Нави. Вот чувствуете ли вы мощь тренерскую? Чуть-чуть в командах европейских, особенно у датчан, особенно у скандинавов, ну а вообще особенно у датчан. Сейчас очень сильна подготовка психологическая, подготовка с точки зрения разгрузки и восстановления киберспортсменов. Они наконец-то начали об этом думать. То есть я знаю, что многим запрещают активное пользование девайсами сразу после игры. Пытаются соблюдать нормальный питьевой режим в плане воды. Пытаются привить любовь к занятиям спортом. Ну ты подожди, я немного не обращусь. Это тренерская работа. Это тоже часть тренерской работы. Это очень важно. Мне кажется, за это отвечает отдельный человек. Это тренерский штаб. Я не знаю, сможет ли у Нави. Мы говорим конкретно про персонали Эйв и Кейн. Ну у Кейна больше заслуг. Гораздо больше. В смысле, чем у Эйва? Ну я бы так сказал, как у тренера. Как у тренера. Но тут надо еще учитывать то, что Эйв это заклятый, можно сказать, враг Зевса еще с 1.6. То есть это... Ну еще когда были игроками и пересекались на ивентах. Да, и тогда-то тренеров как бы не было. А вот Кейн в тот момент, он не пересекался никак. Кейн не знает, что ждать от команды Норс. Он может вот, да, посмотреть демки и сказать, что они играют такие-то и такие-то раунды. Но как оно будет выглядеть моральным составляющим? Ну я к тому, что, например, тот же Эйв в некие моменты, еще будучи игроком и капитаном своей команды, умел настроить коллектив настолько морально сильно на любого соперника, что вот датчане видели только себя. Они понимали, что у них есть своя игра, и с помощью этой игры они могут преодолеть любой барьер. Вот мы видели пример Моуспортс, когда точно так же их разнесли в пух и прах на карте кэш, но Бижанов сумел перенастроить ребят, и они одержали две победы подряд. Вот является ли Кейн таким человеком для команды Na'Vi? Я очень хочу в это верить, Юр. Дело в том, что вот эти все неприятные слухи, которые до нас доходят, они не говорят, наверное, о том, что в коллективе Na'Vi сейчас стабильная, адекватная, идеальная атмосфера. Ну, идеального ничего не существует. Психологически, да. То есть, вот, к сожалению, есть какие-то слухи, которые мешают нам говорить о том, что, блин, да сейчас камня на камне не оставят от этих нарсов. Я бы так хотел. Но, в принципе, с настроем на соперника у Na'Vi никогда проблем не было. Вроде как. Ну, да, но это, опять же, это в большинстве, наверное, заслуга больше Зевса, не только тренера. Будут ли, вот, раскроются ли Электроник с Симплом прямо с первого раунда? А чё, нет? Вот почему-то за этих парней я не переживаю вообще. Ты переживаешь за Эдварда больше? Нет, переживаю за Флейми. За Флейми? Потому что Флейми является одной из ключевых единиц команды Na'Vi, и он по-прежнему очень сильная огневая мощь. Если Егор включается, то Na'Vi выигрывать очень даже просто. Да, и такой момент, что вот предыдущий матч, он не сразу, скажем так, просыпался. Ну, сыграл неоднозначно. У него был провал на первой карте против Гастов, дальше он включился, и действительно, это придало Na'Vi силу, и они смогли одержать победу в матче за Выли. Ну, это, наверное, вообще что-то фантастическое с ним тогда произошло, потому что в такой плохой форме его не видели, ну, я не знаю. Ну, никогда бы не сказал, что Флейми может вот так вот в минус утонуть на первой карте. Ну, ребят, сейчас уже как бы ставки высокие, да, то есть хочется и забрать соточку, да, и ты понимаешь, что ты уже в финале опять с Астралис сыграешь, и там как пойдет... А Na'Vi ведь обыгрывали Астралис. Да, 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 совсем недавно, совсем недавно, в четверть финале того же самого. И они уже знают, что на пути у них не будет команды Фейс Клан. Да, плюс ко всему, плюс ко всему, если Na'Vi выигрывает турнир, они выигрывают третий турнир в зачет Intel Grand Slam. И второй, третий, третий, сто процентов, они выигрывали, так, стоп, чтобы не ошибиться, или все-таки второй? Мы говорили, что вроде с Кёльна у Na'Vi начинается история. А, да, наоборот, да, с Кёльна, второй, а третий можно, если One New York выигрывает. Но это надо, чтобы еще мейджор прошел, и все было хорошо. Я не думаю, что есть какие-то психологические моменты, вот единственное, эти слухи, что там кому не нравится, какие стенды начинают ребята подыскивать. Ну и, собственно, знаешь, Норс это не тот соперник, перед которым стоит пасовать. Они претенденты, Норс претенденты сейчас, вот конкретно в этой игре. Кстати, вот хотелось бы посмотреть на коэффициенты, что вот букмекер думает по этому поводу, просто вот за отношение сил. Я тебе просят примерно цифры скажу, примерно, да? Да, именно это интересует. Где-то примерно от двух, может, чуть меньше, и 1,6. Короче, фаворит Na'Vi. Да, да, да. Да, букмекеры думают, что фаворит Na'Vi. Вау, какая красота. Сравнение Easy Simple. Норс выиграли на G, друзья, и начнут за защиту на трейне. На секундочку, 1,8. Нет, нет, давай забудь про это. Да, тут неоднозначно, неоднозначно. Я бы тоже так делал. То есть ребята, которые занимаются вот этим видом деятельности, таким как ставки, они точно так же читают, как и мы. Я говорю про КД Рейтио. Про КД Рейтио. А, извини, я уже просто... 1,8 и OpenFrag'и. Все попромазал. Нет, так хочет у Саши сейчас есть возможность... Ника вылетел с турнира. У Саши есть возможность стать лучшим игроком турнира. У Саши есть возможность стать лучшим игроком 2018 года. Вот это глобальная цель. У него уже 5 наград таких, и как бы вижу цель, не вижу преград. Парни, предикшены, давайте. Мой-то предикшен уже сделан. Трейн. Ну, вообще мы ставили с Игорем 2-1. На Na'Vi. В пользу команды Na'Vi, но теперь осталось определиться по картам, как это будет. Ну, по сути, я верю, что Трейн Na'Vi должны забирать. Поэтому Трейн — это Na'Vi. 2-0 за Норс. Переобул Сосопов. Я даже не знаю. Как-то сразу стало... Я просто, когда они ставлю на Na'Vi, они выиграют. Поэтому 2-0 за Норс. Переобул Сосопов. Ребята, Na'Vi победит в этой встрече. По крайней мере, я очень сильно хочу в это верить. И это мой личный прогноз. Теперь передаем слово нашим... Не этим комментаторам, а нашим комментаторам. Хотя эти, конечно, тоже хорошие, между прочим. С вами Слипчик, дорогие друзья, и Мятный Божественный. И сегодня мы для вас с большим удовольствием прокомментируем Na'Vi против Норс. Это просто безумно интересное противостояние. Я понимаю слэма, кстати говоря, по поводу вот этого. Смена кет с черных на белый, с белых на черные. Точнее, с белых на желтые и наоборот, с желтых на белые. Потому что, да, противостояние очень непонятное. Непонятно, кто победит. Я бы сказал, что 2-1 Na'Vi, например, но вот... Я бы сказал 2-1 North. Вот, вот я не знаю. Вот мы друг друга тоже противопоставим, видимо, вместе с Олегом. Но драться не будем, а жаль, да, для чайника? Не, не надо. Насилие — это зачем? Порожное насилие. Я могу поставить, я могу принести 2 котика. Черного, черного и белого. Вот так вот их тут положить. Если будут какие-то претензии к друг другу, ты будешь гладить моего котика. Я буду гладить твоего котика. И все проблемы, соответственно, решатся. Ну что ж, я надеюсь, что Na'Vi с Винцером все-таки смогли бы справиться. Потому что реально команда действительно сильнее. Но лично от себя добавлю то, что в последнее время команда North, а именно MSL, вообще MSL и его коллектив, но и MSL, в том числе как индивидуальный игрок, показывает какую-то совершенно бомбическую игру, которую я от него не помню очень сильно давно. Я не знаю пока, что почему так произошло, потому что после каникул игроков, если честно, пока у меня лично не было времени разобраться. То есть я пока не понял, но я потом покопаюсь. Что случилось? То есть что-то изменилось? Или они просто решили, что с новым сезоном они... С новым сезоном, прошу прощения, они будут ломать как бы лица всем, да, с кем будут встречаться. Интересно, потому что, а вдруг Норсы, например, поднимутся выше по рейтингу HLTV из-за этого? Вполне может быть. И опять же, вероятнее всего, Норсы были на буткемпе все вместе. А вот Na'Vi, по информации опять же от Миши Кейна, да и многие говорили об этом, тренировались дома. Но после Стокгольма должны вылетать, тренироваться все вместе перед мейджором. Перед главным событием этого года в мире контр-страйка в Британии пройдет тот самый мейджор на 1 миллион долларов. Это будет эпичный. Так, ну и вот он, The Train. Между командой Норсы, Na'Vi. Так, Na'Vi. На Б-плэнт или не на Б-плэнт? Пока что готовы раскидывать гранаты. Вроде бы раскидали. И быстро через нижний парапет побежали. Здесь как раз Матис их встречает. Но здесь еще и Вальдемар Матис вместе с Вальдемаром просто вместе с Эйси. Хоронит команду Натус Винцера за считанные секунды. Остается последний Электроник. И вот союзники, везде трупы, бежать. Бежать, но есть бомба, есть флешка. Но слишком мало ХП и слишком много врагов, которые будут тебя ждать в любой позиции, в которую только не пойдет Денис. Это печально. Для Na'Vi они вероятнее всего проигрывают первый браунд и без бомбы. То есть какой-то форс мы от них увидим в ближайшее время. Пытается Электроник сражаться. Присылает пару патрон МСЛ, но этого все равно мало для победы в данном раунде. Бежит Электроник Элик. Погибает от Кьярби. Первый раунд за командой Норс. И, разумеется, сначала за ними Кьярби улыбается. Какие они счастливые, как будто не пистолетку выиграли. Как будто они уже выиграли, да, матч? Как будто вообще целую карту выиграли. Действительно, все так. Отличная работа с точки зрения приемки. То есть это, во-первых, Crossfire, совершенно стандартный под двух оппонентов. Ну, в смысле, оппонентов. Под всех оппонентов. Да, да, да. Под двух игроков команды Норс. И там еще и Эзи вписался. То есть это прям очень сильно было. Ну что, форсетский от команды Na'Vi. Скаут Райфл плюс три дигла плюс чешечка. Флейми уже получает на 7 хп. Где-то там, видимо, прострелом каким-то успел словить. Я не видел. А, хаешка, наверное. Потому что у Ника есть одна хаешка. Значит, видимо, где-то вторая была. Ника свою кинул. Попадет по кому-то. Попала по симплу на пол хп. Да, Саша лишился ровно половины здоровья. Но еще по-прежнему остаются три диглмастера. И все это может сработать на ура. Да, у нас тут показывают урон от МСЛ с гранаты. 193 в первом же раунде. И это было прям бодренько. Но вот, да, за счет капитанской гранаты в каком-то, наверное, месте Норсен. Хотя там хоть что-то прилетали. И эта граната была лишь, не знаю, облегчением для других вариаций. Но, в общем-то, еще наверх халдят, ждут. Эти диглы еще покажут. Я надеюсь, у нас сегодня были с тобой такие раунды, где именно диглы решали. Притом на том же самом трейне. Такое было и вчера на трейне. То же самое было, когда Фрайберг. Сдиглов, как он там творил, чудил, это было невероятно. Кстати, да, по поводу Фрайберга, действительно, отдельный разговор. Жаль, что, конечно, вылетели героические ребята, но в любом случае. Так, Нави уже готовы, судя по всему, атаковать на Аплэнд. И здесь диагональный кроссфаерный забежик. Некос снимает лицо Флейми. Кербик готов принимать зеленку. Зеленка, видимо, будет погибать. Да, все именно так и получается. Здесь пал Шарфюк Рабрик. Туда же пал Электроник. Эдвард туда же. Остается последний Симпл. Саша. Скаутка. Ничего у Саши нет, к сожалению, здесь. Вообще-то придется, наверное, умирать. Ай-яй-яй-яй, вот этот выстрел. Возможно, было про мяч в каком-то смысле, но все-таки он хотел, видимо, прострелить. Да не получилось. Пока что 2-0. Да, и 5 выживших игроков защита. Значит, плюс экономика. Не нужно менять девайсы. Под фармили Норс. И вообще северяне чувствуют себя пока что очень хорошо. Что примечательно. Ну, наверное, еще действующая команда Ника. Опять же, мы помним Мерца и Ника. Их историю, когда они поменялись игроками. То есть, героические с Норсами. Но вот уже херойки вылетели. И Ника такой, да, бог, что я в Норсах сейчас сижу. И вроде бы все хорошо. Но посмотрим. Мне интересно, опять же, посмотреть за снайперской винтовкой от МСЛ. Капитан с АВП это всегда интересно. Ну и плюс получается, МСЛ очень здорово и в пистолетных раундах. И вообще фарсак с пистолетами и с АВП. Поэтому МСЛ большой молодец в этом отношении. Ему прям респектух. Можно накидать, не знаю, целую пачку. У меня даже, я помню, фотография где-то была, где я в обнимку с АМСЛом стою. Даже не подозревался. О, это так мило. Это очень хорошо. Ну что, эко-раунд от команды Натус Винцера. Смог есть, флешка есть. Это мало, конечно. Но, может быть, удастся как-то бомбу поставить. Хотя МАТС вообще-то готов на Б-планете Айзи на Повдоге находится. Ну давайте на Б, наверное. Пойдете на Б? Вроде пойдете на Б. Айзи так и останется на Повдоге. Там Саша напрягается по всему эту позицию для того, чтобы Айзи не поднялся. Все правильно делает здесь. И нижний или верхний? Может верхний? Все-таки нижний. Ну флешка смог всего лишь есть. Ну да, смог-то один. Понятно, что, наверное, под нижний парапет будут этот смог закидывать. Кстати, вообще-то не под нижний я не прав. То есть в какой-то... А, на зиг прям. Ну хорошо. И флешка туда же. Ну и побежали. Верхний уже не справляет и парапет. О, прям жбан ловит Вальдемар. Ну немного дэмэджа. Ну в дальнее расстояние слишком. Мать отблетает. Сейчас будет ломать лица. Опа, опа, опа. Бомба не поставлена. Увы, план не удался. И снова все пять игроков команды Норс выживают. Фактически игроки коллектива Нави за три раунда убили только одного игрока противоположной команды. Всего одного. Но ждем девайсных от обеих команд. И я думаю, что уже вот как раз-таки Даня Тесленко у нас на экранах и у вас тоже, разумеется, придумают план Капкан, который поможет обыграть Норсу в этом раунде. Опять же, Норсы без АВП. Без АВП также Нави. Пять калашои строго. Раскидочка имеется с Маки и Флешки. Но не более того. Никих молотовых, никаких АЕ, ничего более у ребят не имеется. Только вот так строго, дефолтно и аккуратно. Давайте на раунд. Первая от команды Натус Винсера. Очень-очень-очень важно. Флейми уже погиб от гранат от команды Норс. Это не очень хорошее начало. 4 плюс 1 команда Норс стоит в защите. Необходимо перемещаться, судя по всему. Зеленка абсолютно полностью будет брошена командой Нави. Что придумает ребята? Узкий выход через апдаун. Строго плюс апдаун. Ух ты, Симпл начал, поматился, видимо. А не-не-не-не, смотри. А не, видимо, не-не-не-не, они даже никуда сюда не пошли. Пока что просто опен-фраг для Нави. И Нави будут думать, куда конкретно идти. Ну, времени хватает для того, чтобы обдумать, для того, чтобы еще попробовать подергать защиту. И какой-то фокус тоже может быть сместить с одного из плентов. Люркующим пока что он с Зевс бегает, но информацию он пока по Б-планту не собирает. А на точке Б только один игрок защиты. Это Вальдемар. Хотя Вальдо очень стильный игрок индивидуально. Прям молодец. Ни хрена получается. Ни Газар скрывается над ним. Тут же прилетает размет от Симпла. Но Эйзи находит для себя фрактори в два Симпла. Очень красный Симпл. Братуха теряется внутри тримейта. Это Ваня, Эдвард. Не разобрались. Вот эта вот история сейчас поджимом Эдварда и Симпла вместе в позиции сотки. Это было неприятно для прикрывающего человека. Поэтому один из них погиб. Вот только именно из-за этого я считаю. По крайней мере, может быть, аналитики наши будут считать иначе. Например, в этом моменте. Тоже будет интересно прослушать. Вот они, хаешки. Раз, два, три. И третья. Не, ну три хаешки. Это, простите, это вмесиво в крошево просто. Вот как раз Эйзи поэтому похоронил здесь оппонента. Тот самый момент. Правда, ни с начала, ни с лица игрока показали. И Симпл погиб последним. Ну, квадро оформил Эйзи. Да, да, все именно так. Пока что... А, прям пауза от команды Нави. Да, пожалуй, вовремя. Согласен. Ну, пауза много. Плюс можно общаться во фристайме. Но сейчас нужно обсудить действительно уже какую-то другую, наверное, стратегию. Что как действовать. Ведь, опять же, смогли убить только одного. За четыре раунда только два фрага. И, по-моему, оба от Симпла. Но это я могу ошибаться. В принципе, не столь важно. Это смотрим... А, нет, три фрага. Симпл двоечка и один у Электроника. Три фрага за четыре раунда. Это маловато. Сейчас же мы видим недефолтный пистолет на руках у всей команды Нави. Чешки, Диглы. Есть также пара флешек. И одна Хаешка. Можно кого-то тоже подорвать. Хорошая флешка от Норсов. Туда еще Хаешка присылается. Неплохая, казалось бы, Ярби реагирует. Еще одну забирать. Ярби. Как же хорошо действует молодой датчанин. Он еще и по флейме попадает. Он попал, реально. Почему же вы по одному-то выходите, дорогие друзья? Симпл остается с сорока процентами ХП. Эйзи. Пока что закрывает и Попдог. И, в принципе, и на сотку ему приятно. И басмаки классные кинутся от команды Норсов. Вальдемар поджимает оппонента. Эдвард разворачивается. Сторожно погибает после того, как видит свою смерть. Саша остается последний. У него есть Дигл. Этого мало для того, чтобы выбить раунд. Этого мало даже для того, чтобы убить Вальдемара. 5-0. И это пока что... Ну, это пока что, опять же, в одну калитку. Норсы просто не дают дышать команде Нави. Индивидуальная работа к Ярби. Одного, второго, половинку флейме оторвал. Еще потом поддержал атаку. И там еще и через маки пошли фраги. Замечательно для команды Норс. И не очень для команды Нави, разумеется. Но сейчас есть снайперская винтовка для Симпла. Это пока что первая ВП вообще на карте. Поднов закуп. Но команда Нави стоит заметить. Четыре калочка плюс ВП. То есть проигрывает этот раунд. Опять придется страдать с пистолетами. А пока что в атаке нет. Но если бомб поставят, то может быть иначе. Два девайса их подряд. Ну, да, в каком-то... Да, кстати, может быть. Потому что уже проигрывают действительно очень много раундов подряд. И получают по 3 400. Хорошо. С тобой соглашусь. Если с бомбой, то может быть. Да, ну и посмотри на экономику команды Норс. Там 10, 11 тысяч. Еще 10 тысяч. 4 700 и 5 400. Такую экономику защиты, конечно, вообще сложно сколотить. А выбивать еще сложнее. То есть Нави нужно брать сейчас вот что-то вроде из разряда, как Астралис сегодня. Против Мибор играли. Которые взяли 5 раундов против Датчан. И тоже наколотили себе за, правда, атаку. Неплохо по экономике. Но Датчане потом как начали вертеть, крутить все это дело. Мессель под нижний парапет смог. Но, возможно, по таймингу. А не сейчас конкретно. Команда Натас Винсера вроде как бы готова выходить на Б. Есть что-то ХАЕшка. А, смока нет. Но зато есть Молик. Отрезать Зик. И, возможно, один на бомбу. И, возможно, флешка под заход. Команда Нави. Прямо сейчас. Поехали. Нижний парапет. Вальдемар. Ничего как от Вальдемара. Вальдемар делает килл раз. Вальдемар делает килл два. Вальдемар все-таки отъезжает от Зевса. Флейми здесь на планте хочет пошуметь. Прямо как Гитрайт в хорошие свои годы. Замечательно. Но отъезжает от Керби. Зевса и Симпл все-таки поставили бомбу. Но необходимо жить. И, возможно, даже выиграть раунд. Если это получится. Саша делает еще один килл. Поэзии для своего коллектива. Зевс пока что сзади. В тяным и сделает еще килл по Нико. Керби остается последней. Ну и что? Керби один в два. Битый капитан команды Нави. И живучий Симпл. Керби находит фраг по Зевсу. Бомба пищит очень не столько сильно. Можно пробовать. Если что-то типа смоков нету, Керби ничего. Только если поднять с павших тиммейтов. Там тоже ничего нет. Симпл все это дело слышит. Молотов присылается. Но Симпл может успеть. И вот он Симпл. Вот он фраг на Верочку. Это первый раунд для команды Нави. И хотя бы какой-то начало для наших ребят. Керби слышал свою смерть. Он услышал, как горит тело. И понял, что Симпл не тот человек, который не побежит. Молотов. Нет. 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 Симпл это тот человек, который побежит и убьет. Потом еще побежит, потом еще убьет. Потом еще побежит, потом еще убьет. Четыре колоша плюс АВП у команды Норс и Свинсеры. Борис в четырех АМХ четвертых. Плюс опять же АВП. Здесь все равно. До фишки-то есть у команды Норс. Причем это просто миллиард тысяч штук. А именно четыре, если быть точным. МСЛ. Пум. В голову Симплу. Отлетает Симпл до следующего раунда. Четыре плюс один. Стоят ребята из команды Норс. Ну вот и МСЛ. Своим веслом-ремеслом, там электронику. ХАЕшка прилетает на половину ХП. Просто НАВИ в начале раунда так поражали и промяли, что НАВИ не знает, чем заняться. У НАВИ не так много ютилиити для того, чтобы реализовать какой-то стопроцентный выход. Ответить теми же ХАЕшками и Молотовыми. Только флешки, только один СМОК остается. Там еще и Симпл. Я не помню, было ли у него хотя бы что. Да, Флейми. Топит. Законит последний патрон. Буквально голову к Ярби. И это... Да, 5 ХП, но хотя бы равенство. 4 на 4, да, согласен. Здесь все еще можно бороться дальше. 3 плюс 1 стоит дальше, ребята из команды Норс. Ммм, Богдан Зло. Отчет сервис, как говорится. Поменялись девайсами. Ребята из команды НАТО с Винцера и Флейми будут на дальних рубежах играть с АВП. При этом райфл будет у электроника, соответственно, будет стрелять с автомата Калашникова. И здесь вот интересная история. Подсоточкой может произойти. Драматичная, драматичная. Нико хоронит одного, хоронит второго. Туда же Молик. Нету ХП у Флейми. Флейми отлетает Нико. Трипл килл Эдвард остается последний. Он вообще не удел ни разу, ни два, ни три. Это шестой раунд для команды Норс. Это жесть. Нико просто в одного сделал данный раунд для коллектива. Норс просто подождав сотку, откуда вышло трое игроков. И не посмотрели налево. И даже не понимали, и не ожидали там игрока. Поэтому и получился шестой довольно простой раунд. Десять секунд остается у Эдварда. Но бомбы нет. И нужно бы хотя бы заставить Калашников. Это резет экономики для Нави. Это форс должен быть для ребят. И, соответственно, это какие-то деглы, первоарморы. Да, плюс 1400 на руки. И только электроник имеет 3000. У него там, возможно, какой-то девайс для Симпла. Или для себя любимого тоже что-нибудь прикупить. Пока тяжело на Ту Свинсера включаться в этот Д-трейн. Вот он, Нико. Раз, два. Там еще либо вот эти выстрелы, либо Молотов. Что-то сработало бы 100%. Да, Молотов бы разгорелся. Там флеймер он посередине. Он там моментально просто. Посередине Молика был. Пока что очень близко к безупречной защите от команды Норс на карте Д-трейн. Иоанн Сухарев, дорогие друзья, на ваших экранах. Да, это настолько тяжело. Я с ним полностью согласен. Пока в хи просто раскладывают коллектив на Ту Свинсера. Тут вообще безумие полное. Норс выглядит на голову сильнее. В данный конкретный момент. Потому что Навин не мог бы ничего с этим поделать. Там был какой-то очень нервозный раунд. В плюс, если бы не Саша, выбежавший в Молотов, этого раунда могло бы и не быть. И, ну, как говорится, якобы ДКБ, но все равно это фактически так и есть. Не решили закупаться Нави вообще. Может быть, играют на постановку Плэнта и тогда уже закупятся. Эдвард с Калашом. Флешка смог. И сейчас попытка. А там Вальдемар! Просреди Дитана второго Вальдемар! Просто убирает двух оппонентов с пути Молотов на верхний парапет. Эдвард ничем тиммейтам помочь не может. Три человека остаются у команды Нави. Два пистолета плюс один Калаш у Эдварда. Вальдемар идет на охоту. Бум! От Вальдемара. Первый пошел. Давайте мне еще. Нет, Вальдемар говорит, да сейчас погоди, стой, надо отдышаться. Мне одного пока хватит, я не жадный. Два человека у команды Нави. Зевс и Эдвард. Соответственно, против пятерых игроков команды Норс, которые пока что не потеряли ни единицы ХП вообще. Особенно Вальдемар, который сделал триплуху. Да, особенно, собственно, Вальдемар, который сделал триплуху. Согласен. То есть тут пока опять в щи абсолютно полностью. Прилетает команде Нави. Дико тяжело. Еще паузу, я думаю, надо ставить. Наверное, на второй половине даже полегче будет, чем сейчас, потому что на этой надо брать хотя бы пятеру. Эдвард? Неужели есть? Стоп, 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 стоп! Это жесть. Это, 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 нет, это не будет, господи, квадрокилл от Вальдемара Эдвард. И будет эмирать. Нет, бомбу ставить, бомбу ставить. Бомбу, 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 бомбу. Надо фолк, надо фолк. Стоп, 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 стоп. Плюс еще он баксом. Господи, боже мой, туда же болик. Надо как-то спасаться. Эдвард сделал все, что мог. Нет, ну вот бомба, это вот то, что должны были делать Нави. Они это сделали. Да, потеряли четверых. Квадрокилл от Вальдемара. И там Ван Вейс Мок сумасшедший был на нижнем парыще, через который, в принципе, двое игроков погибли. Даже не поняли, откуда по ним ведется огонь. Ну, конечно, подозревали, что именно с этого. Но то, что видели, вряд ли. Но теперь есть возможность закупиться для команды Нави. Вот он, Ван Вейс Мок, через который видно Вальдемару прибегающих, ну, недалеко. Игроков Нави, Вальдемар, еще по твашку тиммейта, великолепную. Сработал моменталочка, Зевс тоже разобрал. Но вот против Эдварда, у которого был второй армор, немножечко не пошло. Ну, там очень близко есть, кстати, для Вальда был. На самом деле, в принципе, был его достойен. Но не получилось здесь. Ну, опять же, у Нави тоже, кстати, раунда не получается собрать. К слову, 4 класса плюс Галилу уже денег совсем не хватает вообще совершенно. У ребят необходимо придумывать какие-то идеи, которые доведут до результативного, успешного конца. Ой-ой-ой. Не, ну, граната от Норс, кстати говоря, просто вообще ад какой-то полностью. Работа по гранатам, это сумасшедшая МСЛ, живет. Элик его отпустил. Нет, все-таки не отпустил, хорошо. Можно жить. Ой, как по тиммейту-то прилетает. Куда вот это вот нервы какие, господи. Ну, там Зевсу прилетело очень бодро на половину хп. Ника погибает от Зевса. Эдвард дистант. И через бок пытается убрать, и слишком мало. Остается у Эйзи всего лишь каких-то 8 хп. И Вальде пытается Зевсу загнать, отомстить за павших тиммейтов. Электроник все-таки забирает Эйзи. И остается Вальдемар последний против троих игроков команды Нави. Бомба, тем временем, перемещается через коннектор к пленту B, где абсолютно пустое пространство для любых действий наших ребят. Второй раунд для Нави. Да, очень тяжелый раунд. Но двоечка все-таки будет. Вальде, скорее всего, будет все-таки сейвить свой девайс. Возможно, найдет какой-то экзит. Кстати, я говорю, сейвить свой девайс, а идет в итоге под сотку. Не, деньги-то есть, понятно. Там 6 тысяч. Так, стоп. Калаш хочет. А тут дуэль. До свидания, Вальдемар. Что Эдвард может подобрать? Да не, не особо ничего. У него и так все есть. Это два раунда. Этого пока что мало. Нужна серия раундов. Ну, да, согласен. Необходимо хотя бы троечку, скорее всего, взять. Ну, потому что денег, как мы видели с тобой, Норсов, достаточно. Как минимум на один бай у них хватает 100%. На второй, ну, не уверен. Но нужно тоже сейчас посмотреть. А вот на второй, да, уже проблемки. То есть Нави, забирая себе третий, будут играть против недефолтных пестиков. Это уже четверочка вполне может быть реальная для Нави. И возвращение для ребят вполне очень даже возможно. Но Норс смотрится богоподобно. Вот на трейне это просто ультимативная машина, которая давит санкционные продукты. Грустная какая-то история. Вальдемар. Поджим. Ой, какие флешки просто, просто королевские. Господи, боже мой. И сразу же отходит назад. Это опенфраг от команды Норс. Размены нет и не будет. Три плюс два будут стоять дальше Норсы. И здесь Нави упустили свою птицу. Завтра с него дня пока что. Ну, вообще, да. Потеряв Эдварда, еще разумеется, есть там Флейм, Электроник, Симпл. Но пока не столь интересный выглядит раунд от Нави. То есть, если в прошлом они запустили Электроника под старую девятку, то здесь как-то просто игра через коннектор. Пытаются как-то развести, что-то почекать. Я не понимаю. А вся команда Норс находится практически под точкой А. А что это вообще за мувы такие? Что это за мувы такие? Норсы, вы чего? Они не угадали. Да, они встали на Аплент. А зачем угадывать, если у вас большинство и типа... Пять человек, согласен. И они пошли на... В чем смысл? Интересную историю. Да, я с тобой соглашусь. Это такой, знаешь, системный фейл это называется обычно. Симпл минусует в итоге двоих. Да хоть всех троих, хоть на самом деле всех пятерых, если честно. Это проблема команды Норс на данный момент. Несистемный именно не в контексте. Симпл еще минусует Ник. Вильдимар, конечно, электроника отвечает. Этого мало и остается последний Керби не уйдет. Скажется, вы будете здесь сейвить. Возможно, возможно, еще кого-то заберет. А системный в плане... То есть все было настроено и потом пошло непонятно вообще куда. Как домино просто вот так вот. То есть какая-то идея у команды Норс, видимо, пролетела в голове. Причем идея, которая заставила всех в это поверить абсолютно полностью. Такие вещи бывают у всех. Это совершенно нормально, Керби. Я думал, вообще-то будет погибать. А, нет, все-таки будет погибать, да. Но не на таких раундах. Я с тобой согласен. Объяснение... У меня лично этому в целом объяснения особо нет. Я бы хотел... Есть маленькая, но я не знаю, насколько будут вообще с этим согласны наши коллеги. Я бы хотел TeamSpeak, ну, видимо, очевидно на оригинальном языке, да, вот этого раунда, потому что это очень важно. Но я не понимаю тоже, типа, вы в большинстве, вас 5 человек. Там 15 на 4 идет Вальдемар вообще. Сумасшедший дачалин. Да, вы 5 в 4. Ничего не предвещает беды. Типа, у вас не множество, не попытка там угадать. Вас действительно просто 5. Либо там был какой-то сумасшедший колл. А давайте попробуем удивить, если что, ретейкнем в большинстве. На меньшинство. Но это очень странное решение, когда ты просто отдаешь преимущество и вообще такую ситуацию. Третий раунд для команды Na'Vi. Причем полученный за бесплатно буквально. Очень интересно. Я бы сказал, интереснее решение для команды Na'Vi. Флейми. Тут у меня есть чуйка, что и Мессель справится. Ну-ка, стоп, 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 страшно. О, Мессель справляется. Окей, ладно, чуйка не подводит. В таком случае, где моя паутина? И где мой паук? Вот этот радиоактивный. Симпл. Прострел, стандартный симпловский прострел. В этот раз ни в кого не попало. Изи ловит хаешку, но она его не пугает, потому что всего лишь на, что там, 30 с гаком, короче говоря, хп. Зевс, Эдвард и Симпл остаются втроем. И вот теперь Норсы хотят вернуть свою честь и достоинство обратно после вот того сторонного раунда. Да, но будем смотреть дальше. Эдвард Зевс, Симпл втроем против довольно серьезного стака команды Норс, которые выжили в пятерем. И Мессель фактически, сделав два минуса, действительно дарит Норсам очень неплохие шансы слепить себя за Мессель. Но убивает Зевса! Это как? Он просто убил Зевса и такой, а подожди. Симпл не угадал, не угадал. Матьяс? Матьяс? Неужели квадро? Нет, все-таки Симпл справляется. Симплуха идет дальше, Перезарочка не вовремя, Ника его находит. Симпл понимает, где находится оппонент, но Керби все-таки минус Симплуху. Эдвард остается последний, понимает, что нужно уходить. Ловит немножечко, ага, АВП сейвить, сейвить, сейвить. Прям самый дальний, самый-самый темный дальний угол. Будьте добры, проследуйте, пожалуйста, спасибо. Ну вот даже так... Ну, нет, ладно, тот раунд мы оставим на разбор монолитикам, отпустим его, но все равно даже с такой вот, не знаю, как сказать, дичью, наверное, 8 раундов у Норсов есть, и они берутся довольно уверенно. Вот он первый враг от МСЛ, а потом с Калаша. Здравствуйте. Хотя Флэмми вроде выходил, правильно? На него прям здесь Зевс тоже находит свою смерть. И Симпл тоже не ждал, что уже МСЛ заберется на вагон. И Симпл просто выходил на префайре, но там не обнаружил игрока защиты. МСЛ все-таки погиб. В какой-то конкретный момент, но это очень странно. У Нави есть деньги на бай. Снеперская винтовка, три Калаша и Чешка. Ну и теперь нужно забирать раунд для того, чтобы вот тогда уже обеспечить себе пятерочку. Да, сложно. Пока что против Норс реально сложно, нужно превозмогать. Так, есть лонг-зелень. Амбиции от команды Нави. И я пока что вижу апдаун. Бойлеры что-то... Ну то есть нижний верх не пропит пока что не важно. Пока только бойлеры, да. То есть из того, что я вижу Эдвард здесь даже не заходит по сути. Флэшку по нижней кидает и проверит на префайрах. Ага, хорошо проверил, там пострелял. Вот это все. Ребята зашли очень-очень-очень по всей карте распластаны на то с Винсера. Необходимо чуть попозже сфокусироваться на конкретно какой-то одной точке. То есть как будто они пытаются на ошибках поймать Норс. Но вот теперь Норс не ошибается. Да, сейчас они стоят наоборот довольно дефолтно. Два под Б, трое под А. И двое из игроков защиты контролируют зеленку. Фактически есть хороший выпад от Киарби, который лишает жизни электроника. Там еще и тиммейт. В случае чего прикроют это Нико, находящийся на вагоне. И хорошая позиция от Эмаселя и Вальдемара. Ну, конечно, от Эмаселя довольно открытая, но я не знаю, будут ли вообще-то насмотреть. Киарби получает смачок. Правда, все равно есть просвет, еще не смачок от Смимпла. Пытается работать после Лиф-1, но Нико прикрывает. Вот этот раз Молтов неудачный от Эмаселя. Но Эдвард идет, Эдвард погибает. Нужно начать с Топилова дальше. Флейми отличает. И Вальдемара вряд ли здесь Флейми прочитает. Но Вальда это хороший опорник. Где же? Хорошо. Какие одевцы штуки полетели. Конечно, Один, скорее всего, не справится. Но спасибо Дане за эту историю. Это прям действительно очень мощно. И очень в кассу. И достойные киллы. Правильные. Но да, есть мысли в голове. Понятно, что немножко недоволен. Точнее, вообще-то, множко недоволен. Здесь действительно сложно. Тройное преимущество по счету в пользу команды Норс. И, знаете, тут пока что северные короли. Пока что в целом короли. У нас сегодня в большинстве первых карт какая-то вообще происходит необъяснимая штука. Астралисы обыграли команду МИБР-16 на первой карт. 16-1 у нас была в прошлом матче. И сейчас тоже доминация Норс это полнейшая. Но надеемся, надеемся, что НАВИ покажет примерно то же самое, что и команда... Господи. Все. Моуспорт, конечно же. Тут уже все матчи перемешались. Олег кончился. Надуйте, надуйте снова, пожалуйста. Надуйте снова. Дайте шарик красненький. Воздушный. Пистолеты у команды НАВИ. Нету гранат. То есть это уже максимально плохо. Куча моликов у команды Норс. Позволяет понимать то, что анисация незамедлительно очень быстро будет получена командой Норс. Соответственно. Матя сбежит. Где там, говорят мои хорошие желто-черные. Дайте, дайте, дайте. Я хочу попробовать свою АВП. Смотри, где бомба вообще перемещается. Да, бомба, кстати, вообще очень далеко. Между прочим, ты прав. На ланге. Это супер фейк под Б и под шумок на дефолт под А. Я не знаю, это настолько сложно на самом деле сделать сейчас будет. Как-то непонятно пока, что это фейк или не фейк. Топают на зеленке. Топают на верхней изи. Прошу прощения. Мастер, стреляет электроника. Там же еще пошел. Атаки это Севс. Перетяжечка. О, тут всех похоронили. Симпл последний с бомбой. Кто тоже жизнь не дает. 10-3. Команда Норс в защите берет довольно много раундов. И очень уверенно их берет. То есть какие-то были там ошибочные раунды. Но, как мы видим, Норсы в остальное время не прощают. Притом вообще выживают в пятером, в четвером. Там где-то троечка. Но настолько уверенно, что кажется, что Норс это, не знаю, какие-то вторые астралицы. Притом, что Норсы обыграли астралицы. Мы напомним нашим зрителям, что это было 2-1 на допах. Но пока что маленькие львы вот это вот делают с команды Нави. И Нави пока что летят действительно со страшной силой. Так, Ника. Ника убивает Зевса. Сильно. Симпл не может пройти дальше. Герби минус лидер. А второго, а второго, а второго, а второго, а второго. Нет, Флейми не получается. О, но здесь Симпл падает. Симпл был очень нужен с команды Нави. Очень-очень-очень сильный. Электроник пока что на планете находится. О, как хорошо. За окнами. Есть еще и за окнами. Флейми и Электроника остаются вдвоем против Матеса и Вальдемара. Но все-таки Вальде не остановим. Вальде мчится и крушит врагов. А за спинами ходит тренер команды Норс. И просто ребятам говорит, все в порядке, ребят. На самом деле можно просто ходить. Да, можно даже ничего не говорить. Можно просто за кофе пойти, я так думаю. Ну, то есть минуту на две там до ближайшего бара. Потому что... Хорошо все. А какие проблемы... Один из три. А какие вообще проблемы? Никаких проблем нет. Никаких вообще. Куча гранат, все дефьюз-киты. Просто на последний раунд первые половины. Вообще все есть у команды Норс. Ты посмотри. У команды КТ три... Два, прошу прощения, трофейных калаша. Я чуть кукух и поехал. Два трофейных калаша. Уже очень много на самом деле. Керби поджал, да, мусорку, по сути, поджал Лонг. Посмотрел, что там находится оппонент. Кучу информации уже получили ребята из команды Норс. Это означает, что МСЛ может с другой стороны поджать. Потому что Керби со своей стороны стянул команду Нави. Точнее, внимание команде Нави. Давайте будем точны. Судения и, собственно, вообще словах. И все. И Матиас так и останется здесь стоять. Потому что ему-то что? Все, он Б защищает, ему нормально. Четыре человека на А. Какая-то поедушка с вагона прилетела сумасшедшая вообще. На подходы к коннектору. Там в прыжке с вагона просто. Ай, снежок метнул туда. И Эдварду довольно больно было, скажу я вам. Я такую хаешку впервые. Ой, как здесь Керби развел-то. Точнее, не Керби, а тиммейт его развел. Пошумел. Вроде бы убежал. Побежал электроника. А Керби-то остался за мусоркой. Круто действуют Норсы. Прям огромные молодцы. Респект ребятам. Но Нави нужно с этим как-то справляться. И действительно показывать контур-страйк. Они одни из фаворитов на этом турнире в принципе. И да, если букмейкеры считают, что это примерно 1.7 на 2.0, то... Да, очень-очень сложно. Очень-очень-очень сложно. Все. Пока что для НАТО с Минцера Флэйме. Не проигрывает пристелку Керби. Дальше, 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 дальше. Зеленый. Ника. Ника. Ника отлетает от Девца. Неплохо дальше. Эйзи все-таки на планете. Зевс носит еще ему леса. Матч остается все-таки вдвоем вместе с Вальдемаром. У-у-у, Вальдер делает килл Симпл. Последний один единственный. Один в два с двух сторон. Оппоненты буквально со всех сторон. Надо понять, какого первого пушить. Симпл пытается проверить кутку. Господи, у него еще 8 секунд. У него бомба, конечно, на руках. Вальдемар, он же не отпустит это. Это фейк. Это фейк. Но Вальдемар не отпускает. Человека он не повелся. 12-3. 21 на 5 Вальдемар. Просто КД-4. С копеечкой, с небольшим хвостиком. Но это настолько круто. Какая связь. Это невероятно. Вот этот хаешка в пистолетом раунде от МСЛ. И вообще работа от Норс сумасшедшего формата. МСЛ в одного там круга. Солил команду Нави. Кьярби великолепно отыграл на зеленке. Просто сумасшедшее. Белисьмо. Вов. Тут можно хвалить Норс. Но жалко, что мы не можем хвалить. Мы не можем. Мне показалось, что ты скажешь. Жалко, что мы не можем. Можно хвалить. Но мы не будем, да? Но мы не можем. Не наша прерогатива. Нет. Тут пока что... Фирд Рор. На самом деле. Просто вот прям вот так вот. Что-то боевые львы сносят просто лицо черно-желтым. Ой, как же тяжело к Амати Нави. На второй половине необходимо полностью убрать из головы все лишнее. Все лишние мысли, которые могут вам помешать. Всю лишнюю панику, которая может вам помешать, оставить голову абсолютно пустой. Для того, чтобы заполнять ее чистыми, красивыми, хорошими, оптимальными идеями. Но начать надо, конечно, с пистолетки. Потому что если пистолетку сейчас они не возьмут, этот Детрейн абсолютно точно улетает КМ-1. У нас вообще без шансов. Да. Это будет слишком. Ну, даже какой-то перебор будет. То есть фактически Нави будут вынуждены закупаться каждый раунд. Это 13-й 100%. То есть там форс может быть где-то на 15-м позор себе нормальный бай. Но это уже поздно. Это уже не в ту степь. Это уже не про то. Абсолютно Нави действительно нужно включаться прямо сейчас. Конкретно в данный момент. 3Б у команды Нави. Куда и, собственно, собирается идти Норс. Изи флеш. Кирин Молотов для львят. Флешка одна полетела. Зевс находит один фраг. Можно попробовать еще. Нет. Эйзи. Электроник. Есть еще фраг от Эйзи. Эйма Стрель находит еще одного товарища. Но нужно ставить бомбу. Нельзя стрелять против Юскопа. Эйзи это не волнует. А стим плохо закрыли. Тяжело, Саша. Остается один против троих. Надо работать, но не получается работать. Эйзи ставит этот килл. Ребята из нас просто уже готовы буквально праздновать. Лицо электроника возвещает нас о том, что очень-очень-очень все плохо. Там четыре килла от Эйзи в итоге получилось. У нас как-то все меряется квадрокиллами. Эйза еще не было, к сожалению, в этом матче. Был, по-моему, сегодня... Да, был сегодня от Ника. С Юспами опять уголов, шесть патронов. Нормально. Все было замечательно. Ну и теперь форс от коллектива Нави. Опять же, если не форсить каждый раунд и не пытаться прервать все это, то нормальный бай более-менее такой вменяемый получится только при счете 15-13, если будут нож стащить. Да, тяжело. Два фейс-темена. Ну, ребят, MSL сносит лицо Simple, я даже не успел договориться про девайсы. Наверное, теперь это уже действительно не очень важно. Против довольно сильных девайсов от команды North ребята из команды Нави будут бороться. Электроник пытается сотку просто закрывать, хотя бы что-то, то есть просто закрыть. Он даже не поворачивается, он даже не дышит в принципе. Он просто смотрит прямо и все. Мать-я, вместе с товарищами буду стягиваться, судя по всему, под Б, насколько я понимаю. Там на данный момент не особо находится вообще хоть какой-то игрок Нави. На дальних сильных рубежах ZEVS там, по-моему, да? ZEVS. Да, 5-7, да, отличный пистолет, да, нравится многим, я понимаю, профессионал в последнее время использует. Два человека в итоге выходят на бэплэнт из команды защиты. Отлетают оба через три секунды. Раз, два, три. Кстати, не отлетает. Нет, все-таки Флейми отлетает. ZEVS не упал. Перезарядка со всех сторон буквально враги. ZEVS отлетает, остается последний Элик. А у Элика Чешка без армора. У Элика Чешка без армора. Он вне позиции, четыре оппонента. Ай-яй-яй. Вот это ай-яй-яй. На Na'Vi сейчас с стороны Норс оказывается конкретнейшая. И Na'Vi, по-моему, потекли в этом отношении. Слушай, ну вот этот трейн, я не знаю. Мы видели Дэкэш от команды Фейс. Ну, ладно, тоже, в принципе, плюс-минус такой же. Но, черт возьми, это Дэтрейн, это, конечно... Это разрыв. Это тотальная доминация. Это... Я просто... Давайте так. Вот я говорил до начала карты, что я следил за командой Норс. Но, опять же, вот в рамках Стокгольма... Господи, какие же обнимашки-то тут классные. В рамках Стокгольма... Вот очень короткая дистанция. Я просто увидел то, что... Интересная история, я у них такого не помню. Вот настолько. Я помню зачатки какие-то, когда МСЛ вот с ЭВП вроде как начал немножечко-чучечку постреливать, стал немножко лучше. И, по ходу, за вот эти вот каникулы они развили эту историю. Плюс еще добавили кучу гранат, плюс добавили уверенности. И, в общем, получилась вот такая вот гремучая смесь, с которой, например, Навин на трейне сейчас вообще справиться не могут. Ну, тут... Ой, как близки, близки Навин, которые дают два минуса. У нас еще Вальдемар очень красным эйти находится враг. По Сиблу, 3 в 3 шансы есть на то, чтобы... А там сейчас сожгут! Сожгут! Нет, Элик убегает, а там краснючий оппонент. И нет, к Ярбе забирает электроника. И теперь уж к Сиблу не такая радужная 3 в 2, но все равно бит игроки команды Дорс. 15 хп, 10 хп. И такое может случиться и с МАК-7. Там даже на барабинка залетающая. О, Сиблу пошел! Давай! Давай туда, быща! Зевса прилетает право в лицо Кербай. Кербе вообще не понимает, что произошло. Калаш получает в итоге с Зевс. В Флейме с Зевс остается в 2 м2 на 2 игровая ситуация. Вальдемар здесь начинает ходить бегать в итоге. Бомба пока что немножко далековато. Наверное, выйдут именно на аплент, потому что Вальда его немножко засекьюрил, скажем так. Флейме закрывает. Надежда на Зевса, который выйдет через сотку, насколько я понимаю. С Калашом, наверное, можно поработать. Но Вальда забирается на девятку. Эта позиция может стать ультимативной. Против оппонентов из команды Нави единственная проблема, что Зевсу бы, наверное, не отъехать. Да, действовать нужно побыстрее. У Флейми все-таки Диггл и он в какой-то момент может промазать. Ай-яй-яй, Эйзи против Зевса. Зевс погибает, получая просто хэтшот. И Вальдемар с девятки расстреливает Флейми Натара. Это 15-3. И последний раунд для коллектива Нави. Может быть сейчас, опять же, денег у них будет немного. Они закупались так же, как это было. Форс на форс. И просто ребята из Нави не понимают у них в глазах знаки вопроса. И типа, как, зачем, почему у нас так во все параметры не прощают. Да, жмакают как хотят. Согласен, согласен. 3-15 в пользу команды Норс. Львы разрывают свою добычу. Престяжка моментально от Нави на точку Б, а там только два игрока. Там только два игрока. Матиас шумит на планте, отъезжает Элик. Байт просто абсолютно с 146-процентной чистоты. Флейми практически догорел уже. Тотальный раздрай пока что в рядах команды Носовинстера. Но Эдвард все-таки вроде по МСЛ работает. Вальдемар сносит лицо Эдварду. Эйзи начинает здесь бродить по ВП-планету. И будет зажимать Симпла. И, возможно, у Симпла мысли о совершенно другом. И Эйзи будет, скорее всего, хранить этих товарищей. Да, да, смотрите, что делает Эйзи. Он делает 2 кг. Раз и два. До свидания. Да, не я. 3, 16. Что? 3. Если бы... Я сегодня... Так это еще пикдави. Вот это лицо. Да, да, да. Потому что если бы я сегодня проснулся, и у меня перед лицом бы появился, ну, например, Алексей Малецкий, и спросил бы меня, Евгений, вы как считаете вообще, какой там будет счет? Я такой, ну, там, наверное, на борьбу, аж 16-12. И он мне так полон... На! Не прав, Евгений! Не прав! 16-3! С тот же маней! С тот же маней! Ну, подожди, ты меня видел, ну, дай хоть 25 сделать. Да, ну, вообще, эта игра очень жесткая. Напомню, что выбор трейна был за командой Na'Vi. Дальше DeInferno сильнейшая карта North. Там будет еще сложнее. Не знаю, что должны просто придумать Na'Vi для того, чтобы обыграть там команду North, которая сейчас является, ну, чуть ли не вот не сильнейшим DeInferno на мировой сцене. У Na'Vi этот показатель на Inferno был раньше неплох. Где там еще Зевс, вот эти вот матчи. Но сейчас далеко не так, и на Inferno Na'Vi испытывают огромные проблемы. И свой трейн нужно было забирать просто на ура. Да, я боюсь, что это 0.2 для Na'Vi. Для Na'Vi. 0.2? 0.2 для Na'Vi, я имею в виду, что. 0 — это первая цифра для них. А, ну да. Ты, кстати, про... Я немножко как-то... В английском языке называется biased. Байст челик, короче говоря. Спалился, ладно, хорошо. Сложная история, согласен. На DeInferno. Все, что я знаю про DeInferno, наши аналитики, конечно, добавят попозже. Это то, что с бананом большие проблемы. Но это все потом. Сейчас этот трейнер будет очень-очень глубокий и хороший разговор. Это знаешь... Мне нужно пойти сейчас в аналитическую студию. Мне нужен там диван, который вот этот психотерапевтический. Я туда лягу, и меня будут опрашивать. Как ваши... Все ли в порядке с вами, Евгений? Нет, конечно, мы все знаем, что нет. Господи, дорогие друзья из аналитики, пожалуйста, разберите, что пошло не так. Ну, это, друзья, было очень быстро. Быстрее, чем самый быстрый мобильный интернет от... Мегафон! Правильно, Игорь. Мегафон! У меня есть Игорь, видите, он помогает мне в рекламных интеграциях. Норс? Мне кажется, просто Игоря... Когда Игоря здесь не было, здесь была горячая штука. Гениальная, гениальная аналитика, гениальная аналитика. Норс были тупо лучше на трейне. Молодец. Мне кажется, Игоря просто к третьей игре немного подплавило. Я вижу, его подплавило не еще раньше. Гораздо раньше. Гораздо раньше, да. Друзья, напомню, что партнером русскоязычной трансляции DreamHack является Мегафон. Вот самый быстрый мобильный интернет, который существует на пространстве. На территории России. На территории России. Блядь, если... Еще я тоже сгорел. А твое как ничего? Что там пятая точка подсказывает тебе? Ну, она в достаточно комфортном положении находится, поэтому ничего не горит, все хорошо. Ну, потому что еще пока реально 2-1. Степ, не расстраивайся. Все... Я хотел просто сказать рекламную интеграцию. Это важно. А Игорь? Это важно. Это все существует в экосистеме. Киберспорт, реклама, все остальное. Но это нормально, это бывает, случается. Можно нам виновника крупным планом? Все, я сдаюсь. Поехали. Давайте к карте. Что-то подобное мы видели в матче Фейс Клан против Моу Спортс. Там тоже были проблемы у мышек. На первой карте ничего не получалось. И не будем забывать, карту кэш выбрали именно они. Идеальное повторение. Нави проигрывает свой пик. Проигрывает его подчистую. Начиная за слабую сторону. В атаке у Нави... Ну, ровным счетом мы не увидели ничего. Ну, да. Ну, был момент. Был момент. Наши комментаторы просили нас обсудить ситуацию с МСЛ. Вот как раз-таки, когда Нави удалось выронить экономику Норс, вот, что-то пошло не так. Отданы экономически. МСЛ делает три минуса. Ну, и, собственно, с этого крах уже и продолжился. Ты знаешь, это фраза, которая заставляет шевелиться сердечко любого комментатора, потому что в карьере каждого комментатора фраза МСЛ делает три минуса, но это редко бывает, правда. Да, это знаменательные моменты. Стать свидетелем такого чуда, ну, действительно, эксклюзив, короче, получаешь. Второе, что стоит отметить, МСЛ и АВП. Вот мы как раз-таки попали на эру, когда у МСЛ начались вот эти вот действия, когда он активно начал брать снайперскую винтовку. Уже все не понимали, что это было какое-то недоумение, но и МСЛ действительно умеет делать первые минуса. Он грамотно играет в первую очередь позиционно, ну, а его стрельбы хватает для того, чтобы вносить с этого девайса необходимый импакт. Замечательный хайлайт сейчас был на базе Б. Вторая половина, наверное, про первую половину говорить-то тут и нечего, а вот вторая половина, что же все-таки помешало команде Na'Vi прийти в чувства, прийти в себя. А что во второй игре? Там оставалось всего-навсего, ну, Норсом взять четыре раунда. Да. То есть времени у Na'Vi особо не было. С учетом того, что проиграли первые пистолетные, это, ну, на самом деле была точка на карте трейн. И спасти ее было уже невероятно сложно. Кстати, был момент сейчас с Электроником, показали. Он, когда увидел, что Симпл остался один в три, он еще даже как-то верил. Но когда залетел Молик, и его сразу же убрали, мы увидели то, что это все. Это все. И статистика по фрагам просто сумасшедшая. Просто посмотрите в одну графу. Там нет ни одной цифры. Open frag. Na'Vi за 19 сыгранных раундов не умудрились сделать ни одного open frag. Как выигрывать карты, когда ты все время начинаешь в меньшинстве? Когда у тебя ровным счетом ничего не получается на старте раунда. Абсолютно непонятно. Эх, ну морально они, конечно, не знаю, могут сейчас очень сильно упасть. Но обычно мы привыкли видеть то, что на нее просыпаются после такой почечины, приходят в себя и стараются вывести игру в правильное условие. Знаешь, на старте этой серии БО-3 мы успели обсудить очень важный момент. Сможет ли Михаил Благин что-то внести в игру своих подопечных после того, что, например, произошло с Maus Sports? А именно после такого громкого поражения. Maus'а сумели собраться? Сумеют для Na'Vi. Сейчас впереди карта North, и если ее проигрывать, то Na'Vi прощаются с этим турниром. И весь вот этот план, который мы продумали для Na'Vi, что впереди удобный соперник, он уже может остановиться на команде North. Причем остановиться практически без шанса. Да. Эх, вторая карта. Второй картой будет...